Сегодня есть важный очень для нас шанс вернуться к общему размышлению с ректором Открытого Православного Университета Святой Софии, отцом Георгия Коваленко. Университет Святой Софии является важным институтом и партнером нашего летнего института. Для Духа Элитера у нас есть общие издательские проекты, а самое главное, огромный опыт многолетний, в десятилетие, можно сказать, мы вместе трудимся, следим за мыслью Отца Георгия, действиями, поступками. И нынешний опыт, полугодие, связанный с деятельностью Открытого Университета Святой Софии, привлекли всеобщее внимание и в нашей стране, и в других странах. И поэтому широкая тема, открытое православие, как реальность, как возможность, как надежда, без преувеличения, я думаю, что это тема, которая для нас важна. И отец Георгий именно тот человек, который может поставить здесь важные вопросы, перспективы, возможность для обсуждения. Как-то очень удивительно получается, чуть больше четырех месяцев тому назад начался проект, а его уже так пафосно представляют. Наверное, в этом есть, с одной стороны, доля перспективы, а с другой стороны, как раз вот та надежда, о которой говорит Георгий Борисович. Но начиналось все в кафе, когда несколько православных христиан, в том числе и священников, стали размышлять о том, что же делать в той ситуации, когда церковь начинает закрываться. Когда мы явно чувствуем эти консервативные и прочие тенденции, когда мы видим желание части церковного и руководства, и духовенства, и простых верующих вернуться в то благочестивое советское детто, где было очень тепло, очень хорошо, где гонения были где-то далеко, напрямую, так сказать, вроде бы и не касались. Такая вот Брежневская эпоха, в которой многим церковным людям было хорошо. И нам было очень удивительно видеть, что в той ситуации, которая возникла в Украине, многие церковные люди оказались патриотами того мифического Советского Союза. И церковь себя стала демонстрировать, как церковь несуществующего СССР, в котором было хорошо, а не церковь вот этого реального сегодняшнего общества с его потрясениями, с его проблемами, с его конфликтами, с его вызовами, с его претензиями и многими теми вещами, которые, через которые мы прошли в течение 13-14 года. И вот тогда возникали мысли о том, что же делать, что должно происходить в церкви. И мы понимали, что определенным примером могут служить православные братства, но мы прекрасно знали, что в одну воду дважды не входят. И тех братств, в том виде, в котором они были, они уже невозможны. Более того, общество единое. И тут возник образ, который достаточно современен и очень хорошо отвечает тому принципу, по которому сегодня построено общество и по которому раньше строилась церковь. Образ сети. Сети. Ну, украинскую мрежа. Мрежи. Ну, сеть, она не только сетевой принцип. Сеть это еще то, что забрасывают в воду, помните, да? И апостолы даже этим занимались. И, более того, вот этот сетевой принцип организации сегодняшнего общества, гражданского общества, он близок к церкви. Близок к церкви, скажем так, до византийской эпохи. Когда церковь была сетью общения. Более того, как это ни парадоксально, это близко и к образу церкви в советские времена. Потому что, если, скажем так, администрацию, структуру, советская власть смогла взять в, скажем так, свои цепкие руки, то вот как раз вот эта сеть общин, сеть верующих, людей, которые общаются друг с другом, и полнота церковности, которых является за Божественной Евхаристией в конкретном взятом месте, знаете, как вся полнота интернета в каждой точке доступа, да? Точно так же, вот этот образ, он появился в этом общении. Это одна вещь, о которой хотел сказать. Потом, наше общение, понимая, что, в общем-то, определенные, такие консервативные, не сказать более жесткие тенденции существуют в церковной жизни, которые вывели в том числе и в отказ участвовать во Всеправославном соборе, протесты против встречи патриарха Кирилла с папой, и вокруг этого, помните, наверное, какая риторика. Но мы чуть раньше об этом говорили, и у нас задник вопрос, а кто же мы? Вот как себя идентифицировать, как себя называть, как себя мыслить? И тогда, так сказать, прозвучала фраза, это не новый термин, но в нашем кругу это озвучил господин Борисович Севок. Так что его ответственность в этом процессе тоже есть. И прозвучало «мы открытые православия». То есть православие, которое открыто. И уже потом мы на это стали нанизывать различные смыслы, как православие открытое мир, как православие открытое обществу, как православие открытое иным христианским конфессиям, как православие открытое к диалогу, как православие, которое открывает само себя. Вот очень много... Мы выросли на книжках «Инка Пресс» в начале 90-х, и вот там как раз вот этот был момент желания открыть православие, рассказать о православии, постичь православие людьми, которые в той или иной степени прожили часть жизни до него. Это как Луга, как Гердяев, так сказать, и многие другие. Но в нашем контексте это звучало несколько по-иному. И вот тут как раз примерно в этот момент, когда шли эти разговоры, в другой среде, которая тоже появилась после революции достоинства, через год появилась общественная инициатива под названием 21-го истополя. 21-е ноября. Это название – абсолютная случайность, потому что идея была назваться «Першая руль для новой поколения». То есть «Первое декабря» – 2.0. Те, кто из Украины, знают, что такое «Первое декабря», а это было желание сделать новое поколение. То есть новое поколение людей, которые бы попытались говорить с обществом о ценностях. И говорить не с точки зрения некого морализаторства, а уже имея определенный общественный авторитет, определенный жизненный опыт, определенную репутацию, для того, чтобы таким образом говорить. И вот порядка 40 человек собрались, так получилось 21 ноября. И оказалось, что это день начала революции достоинства, но для нас, церковных людей, это еще и день памяти архитратии от Михаила, который является покровителем Михаила. То есть тут достаточно большое количество смысла. И вот в рамках этой инициативы начались обсуждаться различные абсолютно общественные проекты, никак не связанные с религиозной деятельностью. А так как в ней присутствовало несколько представителей религии, а я единственный православный, то у отцов-основателей была забота. Что же такого придумать для батюшки? Чтобы он, так сказать, тоже чем-то занимался не только общественной деятельностью. Ну и в этом смысле это выглядело примерно так. Вы придумайте, а мы будем это как-то поддерживать. Вот тогда, участвуя в разговорах об открытом православии, о сети, о мережи, которую мы позиционировали не как организацию, ни в коем случае не как желание создать чего-то, какой-то, знаете, параллельной структуры. Это вопрос о связи. Я услышал это у отца Алексея в предыдущей лекции, когда он говорил, что общение это самое важное. То есть мы ведь поняли, что очень важную вещь, что для того, чтобы сохранить себя, это то, что мы делали в течение последних 20-25 лет, очень важно знать друг друга, общаться с друг другом, интересоваться проектами друг друга и поддерживать друг друга. И это как раз и является самым главным. Это много важнее, чем создавать структуры, их, так сказать, каким-то образом, скажем так, продвигать или развивать. И вот с этой идеей открытого православного университета мы пришли в Софию Киевскую. То место, которому тысяча лет, вот Аранта, которой тысяча лет, которая в центре Киева, то место и в 16-м году, тысяча лет начала княжения Ярослава Мудро в этом году. То есть, именно на территории Софии и рядом создавались первые школы христианские, была первая библиотека, и фактически это то место, где можно было бы продолжить эту историю, просветительскую историю. И мы не ожидали, что нас примут, в общем-то, с открытыми объятиями, потому что мы пришли просто посоветоваться. А оказалось, что у Софии тоже существует проект. Они хотят создать научный институт. Ну, как бы, это национальный объединитель. Более того, у руководства национального заповедника есть это желание, чтобы София существовала не просто как музей или памятник архитектуры, памятник истории, а чтобы здесь продолжалась некая, как бы, духовная, образовательная, просветительская, культурная и прочая деятельность. И вот решение было принято, но даже еще название не существовало. То есть, на самом деле, была дата назначена презентацией, а еще, даже в этом буклете, который был из-за этой презентации, фигурирует два названия. Но я сразу скажу, я был противником слова православного названия. Мне казалось, что нужно создать открытый университет премудрости. Но, так сказать, мои соучредители сказали, батюшка, вы тут нам рассказываете об открытом православии? Так вот и делайте. То есть, мы не должны, как бы, прятаться. То есть, если вы говорите, что православие не такое, каким мы его сегодня очень часто видим, то давайте об этом православие, о том, каким оно должно быть, говорить прямо, а не прячется какими-то абстрактными названиями. С другой стороны, к такому формату названия нас подвигло наличие украинского католического университета. Говорят, ну есть же украинский католический университет, почему не может быть украинского православного университета? Это был второй аргумент. И, в принципе, с другой стороны, третьим аргументом было, скажем так, вот это название намного лучше, удачнее позиционировать в современном медиапространстве. То есть, вот тут я согласился уже окончательно. Потому что, действительно, говорить о неком университете премудрости, это одно, а говорить об открытом православной премудрости. И мы сейчас видим, что постепенно наше название сокращается, так сказать, даже вот здесь, видите, там София, там слова премудрости еще нет. Когда буклет делался, еще, так сказать, я не успел еще добавить следующую смысл в это название. И, когда, в тот момент, но он же доарестрирован, с правилом, полное название. Значит, полное название, это открытый православный университет Святой Софии Премудрости. Я вообще считаю, у нас очень много проблем в стране и в обществе, из-за того, что мы не перевели слово София. У нас есть четыре мученицы, три дочери, вера, надежда, любовь, переведены греческие слова, а матери София слово осталось, так сказать, не переведенным. Поэтому у нас, с одной стороны, все прекрасно, и вера у нас есть, мы такой верующий народ, и надежда, мы вечно надеемся на каждого следующего правителя, и вообще на то, что все будет хорошо скоро, и любовь, мы так друг другу хорошо помогаем, а вот, скажем, ума это все приведет в порядок, у нас часто, так сказать, не хватает. Поэтому сознательно мы в названии университета написали Святой Софии к Терре Премудрости. То есть, и для себя тоже ставили целью каким-то образом пытаться расшифровать это название. Можно сделать, так сказать, вот, после того, как бы, в куклете этого тоже нет. Чуть позже, и Алексей, как раз, Чекер, вот, появился, да, он, как раз, появился вовремя, да, вот, как бы, рожденные вместе с ним, так сказать, лого, и нынешнее написание как бы университета. И видите, Премудрость уже существует. Если на предыдущем слайде, так сказать, этого не было, здесь уже она появилась. Более того, мы получили логотип трансформера, вот, и уже даже использовали, потому что на печати у нас вот только вот эта часть. А еще его можно, так сказать, в разных вариантах, так как проекта много, мы будем пробовать с ним играться. Это что касается предыстории, но, а вообще, как бы, давайте дальше, то, как это начиналось, вот, на самом деле, первый слоган, это слоган еще 21-го, Листопада Украина ведь открыто существует. Когда это, скажем так, вот такое желание открыть Украину и миру и желание открыться, да, то есть, желание продвигать и Украине, и европейские общечеловеческие ценности, для меня это, прежде всего, библейские ценности и иванковские ценности. Но, и второй момент, который добавился уже от нас, это церковь открытая обществе. То есть, это тоже очень важный момент. На самом деле, то, чем, ну, по крайней мере, я занимаюсь последние там, 20 с небольшим лет, то есть, в общем-то, сначала в качестве там, и спикера церкви, и пресекториал джедиша митрополита Владимира, и, так сказать, министра информации церковного, ну, а с 2014 года, так сказать, всех этих официальных условий, то есть, я уже был поспалленный, так сказать, ну, освободился от них, и поэтому в новом, так сказать, таком свободном режиме нужно было понимать, где твоя сфера ответственности, где то, что ты хочешь, где, и каковы твои возможности, и нам, и мы попробовали сделать вот этот наш синергетический проект, потому что, на самом деле, проект оказался с одной стороны достаточно масштабным, а с другой стороны достаточно простым, потому что он объединил людей, которые были согласны вместе делать общее дело, в этом смысле каждый внес свою часть, это не проект, который требует, там, супер большого финансирования, или будет жить только благодаря тому, что его кто-то будет поддерживать, тут как раз очень важную вещь на открытии, на презентации, которая, кстати, была 4 марта, в Дель памяти Ярослава Мудрова, то есть, мы фактически презентовали проект, и там очень важная вещь, говорилось от Алексея, по поводу того, что, напомню, как начинался Святосергиевский институт в Париже в миграции, фактически из желания, из идеи, а уже потом приходили какие-то возможности, потом уже, а кто-то оставался, как мы сегодня слышали, аскетом до последнего дня, так сказать, своей жизни, поэтому и мы ставили для себя задачу, в общем-то, создание некой площадки, то есть, площадки для общения, площадки для диалога, площадки для размышлений, и название сегодняшней нашей лекции, открытое православие, как возможности реальности, очень часто мы говорим о том, что должно быть, очень часто мы мечтаем о реализации каких-то великих планов, на самом деле, реально только то, что можно выдавать сегодня, здесь и сейчас, все эти великие наши планы, все наши великие проекты, должны реализовываться сегодня, мы не имеем права сказать, у меня не было возможностей, у меня не хватило денег, мне не дали, или еще что-то, если вы хотите это сделать, это надо делать, и в принципе, открытое православие это не перспектива, это не то, какой церковь должна быть, это то, какими мы есть сегодня, по крайней мере, те люди, которые делают этот проект открытого православного университета, и, скажем так, все необходимое для него и для его реализации есть у нас под рукой, потому что это, как раз, и есть то, что у нас есть, то есть, как это, ну, не тартологически звучит, давайте следующую, как бы, картиночку, ну, это из мозаик, поэтому я думаю, тоже дальше это сразу проведем, вот, видите, тут получилось, как бы, пока я создавал это сам, тут пропало, так сказать, одна, это, картиночка, я ее перескажу подробно, то есть, то, что мы создавали, мы не пошли путем регистрации учебных заведений, и не попали в структуру, да, там, министерств и прочих, так сказать, учреждений, которые занимаются образованием в стране, то есть, мы создаем просветительский проект, более того, если это университет, то это университет не классического типа, возможно, это некий прообраз университета, каким он должен был бы быть, вот, в нашем сегодняшнем обществе, и когда я говорил об открытом православии, я забыл еще сказать об открытости технологии, то есть, на самом деле, у нас достаточно возможностей, чтобы создавать проекты, не всегда упираясь в помещения, в какие-то, так сказать, не знаю, какой, структуры, или лицензии, и прочие моменты. Мне кажется, что мы к этому должны прийти постепенно, то есть, свои сертификатные программы мы должны создать постепенно, а начали мы, в общем-то, с обозначения и определения собственных, так сказать, задач, и, ну вот, так как это начиналось с 21-го и 100-го, то, вот, мы для себя определили, как, вот, украинское слово пропагувание хорошее, а вот, на русский продвижение, да, потому что пропагандирование это очень неправильное слово, это неправильное перевод, так сказать, слово пропагувание, потому что пропагувание больше предложения, чем, так сказать, продвижение, да, такое, европейских и библейских ценностей, формирование украинских ценностей и идей, которые можно предложить миру, например, первый же круглый стол, который мы проводили, мы проводили в Стокгольмской школе теологии, и он у нас называется «Что украинское православие может дать всемирному православию», имелось в виду, так сказать, грядущийся православный собор, и европейскому христианству. То есть, изначально мы хотели до себя спросить, а имеем ли мы что-либо такое ценное, чем сами можем, в общем-то, поделиться? как минимум на территории Софии Киевской нашли Анну Ярославовну, будущую королеву Франции, которая привезла во Францию Евангелие, на которой в долгий период присоединили короли Франции. Это тоже определенная связь Киева с Европой. Обсуждение проблем реформирования страны и общества. Мы понимаем, что без формулирования задач и целей оно само собой не происходит. То есть, как бы, вот мы перед началом обсуждали, здесь немножко говорили о революции и достоинстве. Вот революция победила, а достоинства пока нет. Почему? Потому что революция это то, что может убрать преграду на пути эволюции. А вот этот путь изменения, путь преображения, путь метанолии, перемены розового, изменения мировоззрения, перемены ума, этот путь, он долгий. В этом смысле очень важно эти смыслы формулировать и фактически каким-то образом продвигать. Обсуждение вопросов и путей восстановления единства украинского православия. То есть мы сознательно не принимаем участия никаких переговоров. Более того, мы себе сделали такой слоган или лозунг на эту тему. Публичный диалог богословов-интеллектуалов вместо кулуарных переговоров политиков и рак. То есть мы не управляем структурой, но мы можем формулировать смыслы. И мы можем дать людям, которые сегодня не хотят садиться даже за стол переговоров, по крайней мере, иногда встречаться и разговаривать друг с другом. Например, на лекции отца Кирилла Говоруна и Павла Гаврилука у нас в зале сидел епископ Киевского Патриархата, епископ Украинской Православной Церкви. В разных концах зала, но, по крайней мере, хотя бы в одном зале и это мы уже считаем определенным шагом к диалогу. Также мы проводили круглый стол пытаясь осознать ту ситуацию, которая социология и статистика на стране. Буквально вчера поздно вечером я довыкладывал последнее видео на канале вашем Ветлюбе с выступления с этого круглого слова Вячеслава. Надеюсь, мы уже себя посмотрели. И тоже мы пытаемся говорить чуть глубже, чем обычно это происходит в публикациях или в новостях. Дать возможность просто даже встретиться социологам, религиоведам, философам и богословам это тоже не такое частое явление. и у каждого своего пространства. Более того, для нас было важным, скажем так, мы даже запланировали для себя проводить международную конференцию, пока еще не провели, но я надеюсь, что проведем под названием «Премудрость земная и небесная». То есть очень часто мы в своем басловстве никуда-то отрываемся и какие-то такие далекие заоблачные дали улетаем. А на самом деле еще нам необходимо это прикладное богословствование. С другой стороны, иногда богословам стоит послушать и просто умных людей на абсолютно небогословские темы. В этом смысле я дальше буду рассказывать о том, какие лекции вы проводили и какие очень интересные даже для себя открытия сделали. Дальше мы для себя поставили как задание обсуждение будущего сосуществования и служения общины верующих разных религий и конфессий для общего блага народа Украины. На самом деле нам нужно еще сформулировать вот эту модель меж христианских межрелигионных отношений в масштабах общества и страны. К сожалению, сегодня каждая из отдельно обязанных конфессий занимается таким построением апологетически гражденного запада. То есть некоторые сильнее закрываются, некоторые сложнее, но мой опыт в последних двух-трех лет общения с разными людьми показал, что в большинстве своем внутри каждой из конфессий и религий живут в основном мифами о представителях межрелигионных и никакого богословия сосуществования как нам жить вместе его пока не наблюдается внутри. Более того, можно свидетельствовать в том, что большинство межконфессиональных и межрелигиозных конфликтов находятся в замороженном состоянии. И как показывает политическая религия, иногда их можно включать, где-то поджигать, где-то использовать для того, чтобы раскачивать ситуацию в обществе. Поэтому, скажем так, более того, мы еще обратили внимание на то, что наши церкви очень часто живут мечтой о том, что им удастся все-таки заполучить на свою сторону князя в образе президента или премьера или кого-то. И вот тогда-то они восторжествуют то ли настоящее православие, то ли настоящее греко-католичество, то ли еще какая-то по крайней мере это явная борьба за то, чтобы стать государственной церковью присутствует в большинстве скажем так ну по крайней мере больших конфессий которые есть в Украине. Поэтому мы решили, что я думаю, что очень важно формулировать эту модель единства, которая не уничтожает уникальность каждого. И вот формулировать это не значит, что всех нужно унифицировать или всех нужно объединить. Я очень скептически отношусь к возможности объедения всех воздушных то есть вот как-то вряд ли это решит те реальные проблемы которые есть сегодня в обществе. Потому что если мы всех объединим в одну структуру неужели после этого у нас станет меньше коррупции меньше вранья или меньше насилия в обществе. То есть иногда это миф что это не та цель к которой нужно стремиться. Хотя я лично если меня спрашивать я за создание единой церкви так сказать я за то чтобы это было действительно полноценно и имело автокефальный статус в семье по местным православным церквей. Но даже посмотрев на документы собора у меня возникли вопросы к к к чему движется православие вообще. То есть если заявляется о том что церковь это не федерация русский перевод конфедерация то есть поместных церквей а это единая святая соборная апостольская церковь. То есть это вот ощущение единства всемирного вселенского это тоже важное измерение которому нужно стремиться для этого наверное нужно в том числе научиться ощущать вот это единство не пытаясь загнать всех в одну структуру не пытаясь унифицировать традиции не пытаясь как бы даже каких-то более сложных вопросах нужно дать возможность человеку быть иным и нужно научиться уважать мнение и веру и взгляды другого. ну и последнее это хотя скорее всего это не последнее это создание площадки для общения единомышленников отмену опытом и реализации общих проектов. тут я не думаю что нужно что-то раскатывать а да это все-таки это самое и мы начали с марта месяца реализовывать свои программы это и публичные лекции от участников инициатив Застаршего и Стопона у нас было три то есть вообще мы провели 20 мероприятий это были и публичные лекции это были и столы два это были праздники детские получается что самый напряженный у нас был вообще июнь как это не парадоксально самый горячий у нас было 7 или 8 мероприятий и мы до сих пор как бы их еще выносим на собственных плечах потому что это так громко звучит университет есть человек оркестр есть человек университет и мы разные форматы выступления вот это вот тут у нас у нас был Иосиф Фисец это известный правозащитник который еще успел в советское время как бы даже и посидеть за защиту как раз права иудейских общин и на существование и на возможность выехать из Советского Союза который сегодня возглавляет большинство большую организацию так сказать еврейскую это был Евгений Захаров это тоже известный правозащитник который практически нам открыл картинку нарушений прав человека в стране за 15-16 год и на на те тенденции которые изменились на то что происходит и на связи с войной на Востоке это тоже было такое очень глубокое интересное выступление очень яркое было выступление Валерия Пекаря он преподаватель киумигантской бизнес-школы но здесь он говорил о ценностях и неком задании для религии там было не очень много на религиозной тематике но очень интересно по крайней мере это была тоже достойная лекция и по формату она очень была хороша были обозначили как цикл религии в первом столетии вообще начинал отец Кирилл Говорот то есть его лекция была первой это была религия и идеология я смотрю он там уже где-то издал это дело так сказать успел раньше нас хотя мы планировали издательскую программу я взял на себя самое просто у меня были такие так сказать популярные катехизические беседы то есть на начало великого поста и перед страстной неделей то есть я попытался как бы презентовать пост и страстную день за днем в формате понятном для современного медийного в том числе человека простой пример мы говорили помимо прочего об информационном посте о потребительском посте то есть как бы классических представлений о еде практически не было то в других местах точно так же мы пытались говорить о страстной у нас были интересные лекции презентации завтра у вас будет отец Андрей Дудченко отец Богдана Рудчанский то есть они тоже были у нас с лекциями у нас была лекция презентации благодаря Костину Борисовичу то есть ехал я в метро читал книжку подаренную мне в издатель от Судухи Литера приехал домой процитировал из книжки а да с рукой Филоненко как оказалось на процитировал процитировал фразу отсюда да вечером звонок а не хотите ли провести лекцию организовались провели так сказать автор приехал из Мадрида как раз примерно в это же время и у нас была прекрасная лекция от человека от Рафаэля Альмира человека который вырос в семье которая сейчас идет в процесс биотификации его родителей как святой семьи то есть это была семья значит кто-то хотел протестовать против маршра правенства а мы лекции проводили о семейных ценностях как раз в европейском контексте от европейцев у нас наверное еще стоит выделить у нас был такой цикл религиоведческий то есть все что я называю это направление которое мы хотим дальше развивать каждое как отдельное направление внутри открытого православного университета у нас был цикл религиоведческий и от института философии и от социолога религии Олены Богдан которая очень красиво нам показала исследование европейское исследование о религиозности европейских стран и вдруг оказалось что мы украинцы которые думают что мы самые религиозные вообще во всем мире мы вдруг оказались где-то в середине списка то есть по некоторым параметрам с конца списка и единственное в чем близки к самому верху это интересу к надприроднему это как интерес к сверхъестественному и как это не парадоксально вера в реинкарнацию так что как не всегда наше представление сведе совпадают с тем что есть реальность как результат этой лекции этот последний круглый стол религиозная самоидентификация украинцев именно в вопросах общественного мнения была у нас помимо вот этой религиозной у нас была история софиетинская потому что мы же все-таки национальный музей заповедники у нас была лекция директора музея это было целое исследование детектив целый потому что на самом деле в год тысячелетия начала княжения ярослава мудрого оказывается что мощей ярослава мудрого софии нет а вот где они несколько лет выясняли ученые в принципе нашли но теперь никто не сознается не хочет их отдавать а в этом скрипе то есть в этом там не внутри софиетского там остались там много костей нет там не много костей нет там не много костей не всяких значит если я за две минуты перескажу историю значит в 30-е годы открыли саркофаг достали костей определили что это два тела мужчина и женщина провели исследование где-то в Ленинграде и перед то есть сделали эту известную голову я позвал он в Ленинграде постановили по черепу и вернули останки в Киев в Софию и все думали до 2029 года что останки находятся внутри вот но когда в 2009 открыли оказалось что там один ящик в котором один скелет и когда его сделали экспертизу он оказался женским скелета Ярослава Мудрого не было как так получилось что произошло стали выяснять жаль что с диаспорой не было контакта много лет то что было очевидно в диаспоре в течение лет тут ученые не знали потому что не имели доступ к источникам ни к общению то есть мощи на самом деле не были положены в саркофаг их саркофаг положили позже а перед войной они просто находились и когда уходили немцы с ними уходила часть мухомерства и таким образом спасая святыню были вывезены мощи Ярослава и икона Николая Николая Мокрого которая сейчас находится в Бруклине в Саркофаг храме но и все убеждены что мощи тоже там но пока никто не сознается один раз сознавшись потом это все отказались там идет процесс на уровне больших правителей и этот процесс длится много лет чем он закончится не знаем но это была история тоже презентована по крайней мере в университете я не всех назвал были еще лекции но самая наверное яркая и самая вот тоже лекция родившаяся в кафе я вам рассказывал что в кафе идея родилась в открытом православии которое мы сегодня видим так же в кафе вдруг встретились отец Кирилл Говорун отец Павел Гавилюк и мы так сказать и они так интересно начали рассказывать о соборе что мы сказали давайте проведем лекцию так как они люди молодые легкие натоем через 4 дня произошла лекция которая собрала полный зал несмотря на июньскую жару которая длилась 2,5 часа при этом первый час это было по 30 минут доклада это я в ютубе отдельно а потом было полтора часа динамичных вопросов ответов кстати делюсь и там же была найдена технология вот во время лекции была найдена технология которая как-то безвозмездно делюсь если вам нужно организовать в большом зале вопросы и ответы используйте мобильные телефоны и смс а не пытайтесь раздать людям бумажечки ручки или и так далее и тому подобное как раз когда вы называете номер мобильный телефон есть у всех и как раз это дало возможность динамично получить вопросы и так как наши лекторы тоже достаточно профессионально отработали они очень динамично отвечали нам удалось ответить на все вопросы мы вложили время а у нас есть особенность в университете в 19 закрывается территория София Киев и у нас есть такая шутка ровно в 19 все что остается на территории начинает превращаться в экспонат и поэтому чтобы не было опасности провести ночь в музее зная известный фильм поэтому нам приходится очень часто у нас постоянно это ощущение недосказанности недослышания недоговорения возможно это и хорошо мы не устаем от лекций более того мне очень нравится аудитория вот она такая как здесь знаете когда иногда в студенческой аудитории половина аудитории спит они пришли в них свои дела половина аудитории в социальных сетях а вот в открытом православном университете здесь аудитория не засыпает и этим самым провоцирует лектора говорить долго бесконечно потому что поэтому вовремя нужно вовремя останавливать говорящего да про круглые столы я сказал и для нас тоже важно чтобы это были не просто круглые столы а постоянно действующие круглые столы чтобы этот диалог продолжался чтобы люди встречались несколько раз чтобы общение продолжалось чтобы не было очень часто круглый стол собирает очень интересных людей их много и им не хватает времени высказаться и каждый высказывается по чуть-чуть а ему хотелось бы продолжить возникают вопросы и вот мы хотели бы вот эту традицию постоянно действующей круглых столов все-таки разве давайте дальше наша мечта и к чему мы стремимся это виртуальный университет как раз онлайн университет онлайн курсы и онлайн библиотеки то есть попробовать использовать те технологии которые существуют но я прекрасно понимаю что их все равно нужно соединять с некими классическими вещами и вот эта публичная лекция это может быть либо вводной к онлайн курсу либо итогом этого лайн курса но какое-то соединение вот этого реального и виртуального мы тоже хотели бы и этим и занимаемся следующее наше дело это издательский проект библиотека при мудрости так получилось мы не хотели мы думали что мы будем издавать лекции потому что лекции с презентациями это в обязательном порядке есть картинки есть лекция почему не сделать в виде брошюрки но пока мы собирались лекции сдавать произошло важное событие Святой Великий Собор и оказалось что в Украине никто его на украинский язык переводить не собирается то есть так много покричали вокруг него но перевести документы на украинский язык оказалось некому и в общем-то наверное в результате мы это уже сделали то есть я думаю что как раз первым первым изданием это будет как раз издание всех текстов документов собора на украинском языке и бонус это лекция отца Кирилла и отца Павла с вопросами и ответами благо все тексты уже фактически существуют осталась только скажем так лет редактура допечатная подготовка то есть когда и как бы верстка и издание надеюсь что как бы до сентября я думаю в сентябре в начале это станет реальностью хотя у нас есть еще один амбициозный план вот но мы про него не будем рассказывать по крайней мере у нас есть желание издать вот такую книжку но которую будет интересно читать вот то есть вот насколько нам это удастся это вот наша как бы попытка и последний как оказалось для нас очень неожиданный проект мы не собирались этим заниматься это школа Анны Ярославной то есть мы когда мы пришли в Софию и нам показывали что есть и где можно что-то делать нам показали Браму Заборовского то есть это ворота на самом деле центральная ворота в Софию о которых не все киевляне даже знают потому что она спрятана от взгляда на тракулейщем дом то есть вас никогда не смущало что вы входите в территорию Софии через колокольню со стороны алтаря а на самом обычно мы входим в храм так как и входим дальше в храм то есть вот мы вошли в храм перед нами дверь храма мы в ней входим а в Софию мы почему-то входим со стороны площади на самом деле вход с другой стороны и он был от золотых ворот туда шла то есть это все как бы немножко перестроило в центре города и там был центральный вход на территорию Софии он там есть сейчас там прекрасная барочная так сказать брама в которую можно на ступеньках которых можно даже так сказать маленькие спектакли делать в которой оказывается на втором этаже есть помещение в котором как это очень интересно стоит мараморная Анна Ярославна девочка которую так сказать раз год на дни Анна Ярославна на фест вывозят из этой брамы а потом прячут так сказать на второй этаже но София сама нам подсказала у них есть эта идея была идея детского клуба детской школы и мы эту идею тоже восприняли провели пасхальный праздник большой вместе с детьми Надии так сказать мосты Надии намагалась она ведь тут в лыжне проводит так сказать Оля есть тут тоже так сказать Катя вот и придумали даже придумали вот как раз Эльвиру для тех кто хочет прийти на лекции с детьми для детей можно сделать смарт-клуб то есть мы купили несколько игр настольных и дети с удовольствием пока взрослые слушали так сказать клубного философа дети играли в настольные игры таким образом тоже придуман был некий такой дополнительный формат а вообще идея самой школы Анны Ярославны это с одной стороны это историческое сердце Киева это определенное как бы не знаю современное богословие для детей но там же театральная студия там же какое-то культурное мероприятие и нам важно еще сделать вот это сыны и доньки мы назвали это сыновья и дочери Ярослава на самом деле Анна одна из 13 по-моему детей Ярослава и не все знают что Ярослав всех своих детей выдал замуж или женил на представителях княжих королевских родов Европы там начиная от Византии Греции Германии Норвегии там короче каждый то есть там как минимум 13 стран находятся а если взять ну Франции я уже говорил если взять вообще Владимира и всех его потомков то таких связей можно найти с каждым культурным центром и я думаю что София Киевская это такое место где можно такие небольшие праздники для детей в общем-то реализовывать давайте дальше а вот то что мы в конце концов так сказать о себе сказали что мы не государственное не политическое как это ни парадоксально не конфессиональное объединение верующих разных религий и конфессий которые у которых которые занимают активную гражданскую прессу занимаются образованием и просвещением то чем в общем-то мы пытаемся заниматься тоже абсолютно случайно получилось мы были на приеме у Вселенского Патриарха то есть презентовали ему университет а знаете какие гости самые лучшие которые ничего не просят и не просят решить твои проблемы то есть все что мы попросили у Вселенского Патриарха это было славить его богословом сотрудничать так сказать с нашим университетом более того сказали что мы уже сотрудничаем потому что отец Алексей был на презентации с Антуаном Аржаковским мы тоже договорились и так тоже получилось что владыка Эммануил тоже был на этой встрече как раз у Вселенского Патриарха и он ему как раз объяснял кто такой отец Алексей кто такой то есть это было тоже такое знаете очень теплое общение в течение нескольких часов и пошли мы в собор послужили панихиду с облаженнейшими Топоритом Владимиром и как бы пообедали какой-то капустой очень скромно пообедали с каким-то бананом великопотная была патриарша так сказать это самое да такая трапеза получилось что мы презентовали этот наш проект на святой греофон только греческом афоне в монастыре Симона Петра так сказать одном из самых таких как раз монастырей которые занимаются и просвещением и и и и и проектами тоже мы сейчас ведем переговоры и я думаю что он замечается успехом и приедет игумен монастыря прочитает лекция кстати так тоже чисто случайно получилось именно в этом монастыре написаны те же те святых которые переводят дух элитера и вот уже второй том вышел это тоже как бы отец Макарий является насельником этого монастыря вот на прошлой или на прошлой неделе я был тоже случайно абсолютно в Словакии и получилось что презентовали наш проект Синдесмосу всемирному братству православной молодежи и самому молодому предстоятелю по местной православной церкви архиепископу Крешевскому Ростиславу вот тоже вот таким путем развивается проект мы много чего напланировали в ближайшее время уже отписался к нам приезжает отец Николай Денисенко с лекцией он будет на Усленских течениях и будет у нас с лекцией ждем лектора в декабре из Канады тоже как бы то есть есть определенное желание и скажем так определенная степень доверия и у нас к тем людям которых мы приглашаем и у тех людей которые к нам приходят потому что это все в общем-то происходит на волонтерских основаниях это все как бы такая вот пока пока мы чувствуем интерес пока мы чувствуем аудиторию но это только начало я так понимаю пути и мы в том числе открыты к обсуждению возможных проектов возможных так сказать вариантов сотрудничества всех всех возможных способов современных форм богословского и ну скажем так библейского евангельского или вообще как бы общечеловеческого ценностного да так сказать образования гуманитарного так сказать как раз в таком широком смысле ну я думаю что я успел уже доесть поэтому я закончу никогда не знаю никаких не знаю какие вопросы это мы живем в фейсбуке на самом деле все события только в фейсбуке реклама только в фейсбуке есть канал на ютубе и есть уже теперь наш самый старый сайт православной в Украине буквально две недели тому назад полностью стал сайтом открытого православного программа цельсеки поэтому в этом смысле тоже продолжилась история соединилась история самого старого самого нового проекта какие вопросы друзья кто найдет ссылки спросите пожалуйста меня хорошо спасибо полегу проще еще не рассказать а на ютубе как канал называют открытый православный университет вы набираете я теги open университет тоже даю и открытый православный университет то есть я думаю что если задача поисковиков находит я почему-то не могу дать имя вот этому каналу оно у меня требует авторизации я не сильно в этом до конца разобрался а по-моему пока нет поэтому на страничке в фейсбуке там же есть видео там же есть видео на страничке православия в Украине там тоже есть видео которые ну и в любом же видео есть там кто опубликовал там уже можно зайти на страничку какие еще вопросы друзья оу пожалуйста отец как финансировал открытие университета значит финансирование на самом деле как бы на сегодняшний день пока очень небольшое это финансирование взяли на себя те так сказать 4 человека которые стали соучредителями в принципе среди них есть как бы и бизнесмейли но скажем так свою часть предоставила София и мы в принципе как бы включились в их план деятельности то есть они нам предоставили помещения и мы в них имели возможность то есть лекторы на сегодняшний день это все было так сказать на волонтерских основах то есть штат появляться начал только-только вот в июне месяце хоть какие-то появились на самом деле сегодня это финансирование небольшое но уже в начале разговора когда мы то есть во-первых я изначально хотел создавать нечто такое чтобы не требовало больших финансовых вливаний если и нужно финансировать то конкретно проект вот если мы решаем вот эту книгу издать большую и толстую то это конкретный проект у которого есть конкретная стоимость а вот основная деятельность вот эта постоянная она все-таки должна быть веки нашим служением и мы объединяем свои усилия объединяясь в том числе и в проект и скажем так по крайней мере на сегодняшний день то что мы начали делать так понравилось нашим организаторам что они сказали что пока никаких дополнительных финансирований искать не надо если у нас совсем будет плохо тогда мы вам скажем но я так сказать я человек который может придумать идею но как ее финансировать я не отличался ума и сообразительностью никогда но я помню одну цитату священного писателя ищите прежде царство и небес но остальное приложится я считаю что надо делать свое дело и если это дело важное и нужное то постепенно должно расстраиваться финансирование конечно я был счастлив если бы рядом был человек который лучше меня разбирается в вопросах экономики или как это называется сейчас поиск опеники есть модное слово какое-то файндрайзинг файндрайзинг есть модное слово пока пока мы очень скромно то есть у нас очень красивая картинка но очень скромное вложение в этом смысле мы какие еще вопросы к тусуне когда я когда я презентовал в Синдесмосу мне как раз подошла одна американка это так здорово это же можно найти финансирование я говорю можно но я не умею включайтесь всех кто может помочь Георгию и ему благородным делом как говорила как говорила одна моя сотрудница когда у нас совсем было плохо с финансированием на православе в Украине она говорит батюшка у нас на лице написано нам деньги не нужны то есть кто же нам денег не даст нам денег кто не даст у нас на лице написано денег никто не даст это конечно еще вопросы есть тогда еще раз поблагодарим для отца Георгия для отца Алексея для итальянцев которые приехали и не видели краткие 6 минут фильм Ильи о летнем институте минувшего года мы попросим его сейчас показать и не переживая что я не могу я не могу это как говорила